Приветствую вас. В первую очередь, давайте скажем так. Вот с одной стороны, то, что вы чувствуете, это тревожность. Вы испытываете тревогу. Тревогу за своих близких, за своих родных и так далее. И удостающие мысли приходят к вам, потому именно, что вы не понимаете причин этой вашей тревоги. Куда она взялась, эта тревога? С чем она, собственно говоря, связана? Какие события повлияли на тревожные ощущения? Ну, вообще-то говоря, не очень понятно. Потому что вы очень мало говорите о себе. Вы задаете вопрос, почему? И ответ на него, ну, такой же, как и вопрос, звучит так. Потому что, во-первых, в вашей жизни что-то изменилось. Изменились обстоятельства в вашей жизни, изменились условия в вашей жизни, изменились приоритеты в вашей жизни, во-первых, ценности. А ваше поведение, ваши модели поведения в отношениях остались все в теме же. И поэтому возникает тревога. Потому что привычный, привычный алгоритм поведения, он у вас, на самом деле, не справляется сейчас с изменившими условиями. Ну, это как если бы человек, например, всю свою жизнь, ну, приведем такой фантастический пример, чтобы на нем донести до вас мою мысль. Человек всю свою жизнь жил в жарком климате. В жарком и сухом климате. Что для моего примера является принципиальным. Жаркий и сухой климат – это то, что знал наш с вами человек. Ну, герой моего примера. И вот больше, больше он, этот человек, ничего в своей жизни не видел совсем. Он не знал других условий жизни. Он не ведал того, как можно исправить, изменить те обстоятельства, которые с ним могли бы произойти. И мне бы хотелось сказать, что когда, когда такой человек столкнулся с, ну, вот, иными обстоятельствами, у него не оказалось решения. И он по-прежнему, 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 пытается, ну, использовать привычную модель поведения. Потому что, другому не могу, и требуется время, для того, чтобы по-прежнему, по-прежнему, А что же требуется? с новым. какие нужны изменить в поведении человека, чтобы справиться с тем, что произошло? И если так получилось, что вы сами этого не знаете, в этом вам можно помочь безусловно. Это первый момент. и второй момент. Он касается того, что люди, которых вы боитесь потерять, для вас имеют периодное значение. то есть, условно говоря, вы от этих людей зависимы. Ну, вот, и давайте попробуем подумать, в чем заключается зависимость ваших от этих людей. Ну, вообще, от тех, в отношении кого вас посещают негативные мысли. ведь не в отношении всех вас эти мысли посещают, правильно? Нет. Только в отношении кого-то. Вот, и давайте подумаем, чем эти люди выделяются для вас. когда это будет ясно, вы сможете достаточно легко реализовать свои потребности и перестать хотя бы в этом, хотя бы лично для себя от них зависеть. И ваша проблема будет решена. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! удачи! Спасибо!